2015 год. Владимир Самсонов доходит до финала Европейских игр, где уступает Дмитрию Овчарову. Следующим летом в четвертьфинале Бразильской Олимпиады легенда белорусского настольного тенниса берет реванш у представителя Германии и доходит до полуфинала. Домашние европейские игры для 42-летнего Самсонова – одна из главных мотиваций продолжать карьеру. Это первый крупный турнир, который я буду играть у себя дома. Всегда дома хочется сыграть как можно лучше. Знаю, что придет много болельщиков, люди тебя знают. Мотивация чуть другая. Я хочу сыграть достойно. Мастера малой ракетки хотели соревноваться в Falcon Club, но ту площадку заняли бадминтонисты. Это современный центр олимпийской подготовки по настольному теннису. Во время вторых европейских игр здесь будут проходить тренировки, а медали и олимпийские лицензии спортсмены разыграют в соседнем здании – дворце тенниса. Обычно здесь играют в большой теннис, но эта площадка уже принимала 10 международных турниров по настольному. Беларусь Open в ноябре пройдет тестовый 11-й. На время игр установят 4 соревновательных стола, будет около 1000 зрительских мест. Рцоп по настольному теннису станет тренировочной ареной с 16 столами. Придется поработать очень серьезно буквально накануне игр, но я уверен, что здесь будет очень комфортно, уютно для иностранных спортсменов, для специалистов, для тренеров. И соревнования пройдут на хорошем уровне. Мастера «Малой ракетки» разыграют в Минске 5 комплектов медалей – в мужском и женском одиночных разрядах, смешанных парах и командных турнирах. Квота – 3 спортсмена от страны, всего 128 участников. Но главное – 6 олимпийских лицензий, больше, чем у любого другого вида спорта. Путевку в Токио получат все призеры личных соревнований. В Беларусь приедут единственные представители Европы в топ-10 мирового рейтинга – Дмитрий Овчаров и Тима Боль из сборной Германии. Европейский союз на стольный теннис сделал очень правильный шаг. Три сильнейших спортсмена получают лицензии на предстоящие 2020 года олимпийские игры в Токио. В Баку на первых европейских играх была всего лишь разыгрывалась одна лицензия, сейчас три. Мы единственным из спорта, среди всех, которые будут проходить в Беларуси в программе вторых европейских игр, кто этот шаг сделал. То есть три лицензии – это достаточно много. Естественно, желающих завоевать такую путевку будет достаточно много. И в связи с этим игры приобрели особую значимость, особый интерес. Будут играть все сильнейшие, все национальные сборные, кто попадет сюда, заявят своих лучших спортсменов и будут бороться за звание чемпиона игры. Сейчас на стольный теннис, скажем так, как что было 20 лет, сейчас намного больше, мне кажется, игроков такого очень высокого уровня. То есть все как-то научились играть, то есть все, очень много стран тоже новых появилось. Для игры нужно четыре атрибута – ракетка, мяч, стол и сетка. Настольный теннис входит в десятку самых популярных видов спорта в мире. 850 миллионов игроков и болельщиков по всей планете. Успешнее всех – азиаты. Так, в Китае работает государственная программа по развитию настольного тенниса. Поэтому спортсмены из Поднебесной выигрывают почти все чемпионаты мира. 20-летний Александр Ханин – второй номер сборной Белоруссии. Европейские игры для него скорее опыт, чем возможность взять медаль. Так же, как и для Дарьи Тригглс. Всем хочется пасть на Олимпиаду как можно раньше, чтобы решить эти вопросы, потом уже просто заняться подготовкой. Что касается молодежи, я думаю, это просто как еще одни соревнования, где будет очень сильная конкуренция, плюс еще одни соревнования, где соберутся сильнейшие игроки Европы. И просто как такое вот событие, так скажем, европейского масштаба. Дома всегда такая отличная атмосфера, поддержка. Ответственность, конечно, тоже больше, но в целом это очень так волнующее, радостное событие. Вот. Поэтому да, здорово, что европейские, вторые европейские игры у нас в Минске будут проводиться. Дарья и другие девушки из женской команды тянутся за Викторией Павловича. Двукратная чемпионка Европы в одиночном разряде, три года назад стала мамой, но все равно лучшая в команде. На самом деле просто я люблю этот вид спорта, я тренируюсь, я получаю от этого удовольствие и держу себя в форме. И как бы мне это нравится. Пока мне это нравится. Соревнования по настольному теннису в рамках вторых европейских игр пройдут с 22 по 29 июня.